МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы Бардачок – Харьковская муниципальна страховая компания. Мы повертаем вытраченные деньги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов Бардачок. И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Сегодня хочу рассказать о еще одном международном автосалоне. В отличие от привычных автошоу в Европе и Америке, это проходит в Азии и является крупнейшим в том регионе. Имею в виду выставку «Автошанхай-2015». Автосалон в Шанхае проходит ежегодно, и число посетителей с каждым годом увеличивается лавинообразно. В 2015-м специально для автошоу в городе построили новый комплекс, который без затей так и назвали «Автошанхай». На площади, превышающей 400 тысяч квадратных метров, разместились экспозиции мировых брендов и местных производителей. И по размаху вторые отнюдь не уступали первым. Для нас же шанхайский автосалон интересен тем, что здесь показывают в публике те модели, которые вскоре доберутся и до Украины. Причем европейские новинки, как правило, появляются у нас через полгода-год после премьеры, а китайские – через несколько месяцев. Но обзор мировых премьер начнут все же с компаний мирового масштаба. Самая ожидаемая премьера от Мерседеса – Mercedes-Benz GLC Coupe Concept. Это претерийная версия второго купеобразного кроссовера от звездной марки на базе будущего паркетника GLC, который в свою очередь создан на основе C-класса. Запутались? Тогда скажу проще. GLC Coupe – это грядущий конкурент BMW X4 и Porsche Macan. Mercedes-Benz GLC Coupe построен на модульной платформе MRA с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой. Появятся ли опциональные пневмопружины – пока не ясно, зато уже известно, что под капотом концепта битурбо V6 трехлитровый с отдачей 367 лошадиных сил, спаренный с девятиступенчатым автоматом. Привод, конечно же, постоянный, полный с центральным дифференциалом. Салон особо не демонстрировали, но он должен напоминать по отделке и архитектуре нынешний C-класс. Дебют серийной версии Coupe намечен на следующий год. Извечный конкурент Мерседеса компания Audi на 16-м шанхайском автосалоне показала серийный электрический Q7 e-tron и полноприводный концепт. Q7 – это все тот же гибрид, что был показан на мартовском салоне в Женеве, но уже не с дизелем, а с четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем отдачей 252 лошадиные силы. Электрическая начинка, включающая электромотор 94 кВт и литий-ионную тяговую батарею емкостью 17,3 кВт-часа осталась неизменной. Audi Prolog Allroad – по сути тот же женевский Prolog Avant, но приподнятый над дорожным полотом на 77 мм. На электротяге машина способна пробежать 54 км, аккумулятор на 14,1 кВт-час можно пополнить энергией и с помощью беспроводной индукционной зарядки. Но технические характеристики – это только верхушка айсберга. По сути, Prolog Allroad представляет собой прообраз будущего большого универсала от Audi и имеет черты, которые будут характерны для следующего поколения машин из Ингольштадта. Именно с этой точки зрения он интересен. Собрат Audi по концерну бренд Volkswagen также выбрал Китай как место для мировой премьеры очередного концепта. На автосалоне в Шанхае дебютировал концептуальный бизнес-седан Volkswagen C-Coupé GTE, оснащенный гибридной силовой установкой типа плугин. Переднеприводная машина, если пойдет в серию, не заменит Faiton, а встанет между ним и моделью Passat. По стилю концепт напоминает показанный в Женеве, но технически совершенно это другая машина. Китайская версия построена на совершенно новой платформе с двигателем, расположенным продольно. По расстоянию между осями новинка превосходит Faiton в базовой версии. Машина широкая, но при этом низковата для традиционного седана представительского класса, ну за счет купейной крыши. Роскошный салон примечателен своей оцифрованностью. Одни тачскрины. В комбинации приборов на центральной консоли, в задней части тоннеля и на спинках передних сидений. Но больше всего впечатляет исполнение. Они максимально интегрированы, поэтому не выглядят чужеродными. Скорее всего, подобный бизнес-садан Volkswagen запустит серийное производство, причем также и с обычными турбомоторами. Другой вопрос, выйдет ли модель за пределы Китая. Компания Citroën, как и прочие европейские концерны, показала в Шанхае свой концепт. Внедорожник Aircross, дающий представление о том, какие стилистические и технические решения могут получить будущие серийные кроссоверы французской марки. Aircross получил особые защитные панели кузова, Alloy Bumps, представляющие собой капсулы с алюминиевой сетчатой структурой, обтянутые жестким каучуком. По словам представителей французской марки, эти элементы являются эволюцией воздушных капсул Airbumps, применяемых на C4 Cactus. Кроме того, прототип оснастили специальными передними их воздухозаборниками, улучшающими аэродинамику. Создав гибридной силовой установке, концепта вошел 1,6-литровый 218-сильный турбированный агрегат, отвечающий за вращение передних колес и 95-сильный электромотор на задней оси с комплектом литий-ионных батарей. Суммарная дача агрегатов составляет 313 лошадей, разгон до сотни 4,5 секунды. Французы пока не комментируют возможность запуска Aircross в серию. Тем не менее, по словам представителей Citroën, концепт демонстрирует международные амбиции производителя. Компания Volvo, хоть и принадлежит полностью китайцам, не перестает радовать поклонников скандинавского стиля. В Шанхае шведы показали свое видение люксового автомобиля для руководителей топ-менеджеров компании-организаций. Концепция Volvo, получившая название «Лаунж-консоль» – автомобиль с водителем для бизнесменов. Это компактное и многофункциональное решение максимально комфортно и оптимально организованного для нужд деловых людей салона автомобиля. В «Лаунж-консоль» отсутствует переднее пассажирское сидение. Вместо него предлагается масса полезных функций. Сидений для пассажиров только два, но зато в салоне есть буквально все, чтобы удовлетворить потребность самого взыскательного клиента. От мультимедиа-системы интеграции iPad'а до мини-бара и массажа в сидениях. В салоне есть большой рабочий стол, предусмотренное аксессуарное зеркало, место для хранения лишних вещей, ювелирных украшений или косметики. Под мягкой опорой для ног имеется место для обуви. Чтобы обеспечить сохранность ценных вещей, Volvo придумали отдельную запираемую нишу. Таким образом, разработчики достигли желаемого результата. «Лаунж-консоль» обеспечивает занятым людям, чей рабочий график изобил уделовыми встречами, больше пространства и возможности отдохнуть и набраться сил для очередного мероприятия. Теперь слово за клиентами. Вообще, роскошных автомобилей из Европы на шанхайском автошоу было много. Традиционно, люкс-сектор китайского рынка – один из крупнейших в мировой иерархии. Здесь отметились Aston Martin, Porsche, Bentley, Lamborghini, McLaren, Ferrari. Но больше внимания досталось значительно менее пафосной продукции. Так, Nissan покорил китайца своими двумя премьерами. В Шанхае японцы продемонстрировали гибридный Murano, продажей которого в Китае стартуют уже летом. Однако основной акцент был сделан на другую новинку, абсолютно новую модель – Lania. В модельном ряду компании новинка заменит автомобиль Bluebird Silphi. В Nissan отмечают, что модель предназначается прежде всего для молодого поколения Китая. Дизайн седана, который разрабатывался студией Nissan Design China, напоминает одноименный концепт, который был представлен в прошлом году. Технические характеристики машины пока держатся в секрете. Но по неофициальным данным в моторную гамму войдут три бензиновых двигателя. На выбор клиентам будут предоставляться несколько коробок передач. Много внимания в Lania уделено комфорту. В салоне автомобиля устанавливаются обитые кожей сидения и новая информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем. По предварительным данным новинка будет доступна исключительно на китайском рынке. Продажи седана стартуют в октябре этого года. Ну а теперь самое время перейти к продукции китайского автопрома. По меткому выражению журналистов, посетивших шанхайскую выставку, местный продукт можно характеризовать одним выражением – атака клонов. И отличить их от оригинала с первого взгляда можно далеко не всегда. Range Rover Evoque? Ага, сейчас. Это Landwind X7. Kelenwagen? Нет. Баф. Dodge? Не дождетесь. Audi? Нет. Это Джак. Продолжать можно долго. Вершиной этой атаки клонов можно признать модель, внешне напоминающая Range Rover, только с иероглифами и драконами на решетке и дисках. Это Хун Ци, или красный флаг в дословном переводе. Полноприводный членовоз для китайской элиты. Внутри – отделка из карельской березы и прочие излишества. Рядом китайский Rolls-Royce, опять же с немного измененной внешностью. Более привычный вид транспорта для членов ЦК Компорте Китая. Приобрести такую машину стоимостью в полтора миллиона долларов может себе позволить далеко не каждый китайский миллионер. Производятся они мелкими сериями, как когда-то советские «Чайки». Традиционно технические характеристики таких машин не разглашаются. Дастайны, однако. И тем не менее, китайский автопром смог показать широкой общественности вполне самобытные модели, пусть и построенные на агрегатах, либо с помощью европейских и американских партнеров. Так известная нас компания «Джили» широко рекламировала в Шанхае свою новинку бизнес-седан М-Гранд GC9. Внешность новинки создана группой дизайнеров под руководством известного Питера Хорбери. В зависимости от угла зрения в девятом М-Гранде можно найти черты Ауди или БМВ. С БМВ М-Гранд GC9 не только внешнее сходство, похожие некоторые детали интерьера. Например, несколько развернутая к водителю приборная панель, рукоятка АКПП и джойстик мультимедийной системы. Специалисты БМВ и Daimler-Benz принимали участие в разработке и настройке подвески М-Гранда. Да и оснащение у него современное. Адаптивный круиз-контроль, помощник автоматической парковки, система автоматического торможения и контроля полосы движения. А на лобовом стекле проекция показаний спидометра и навигатора, мультимедийный комплекс с навигацией, доступом в интернет и акустической системой Infinity. Интересно, сколько такая цация будет у нас стоить? Новинки от BYD это гибриды электромобилей. Вообще, эта компания начиналась как производитель источников питания, поэтому неудивительно, что ее продукция ориентирована на использование электричества. По уровню исполнения машины BYD давно вполне сопоставимы с лучшими европейскими образцами, потому и поставляются в Европу уже не первый год. А некоторые как раз для Европы и разрабатывались, попадая на китайский рынок гораздо позже, чем на европейский. Правда, дизайн этих моделей самобытным вряд ли можно назвать, но технические решения, по признаниям мировых авторитетов, абсолютно не уступают мировым брендам. В лейке BYD присутствуют и автомобили с традиционными силовыми установками, что дает местным потребителям очень широкий простор для выбора подходящего авто. Как раз в Шанхае были показаны новые турбодвигатели, объемом от 1,2 до 2 литров. А вот в экспорте за пределы Китая продукции фирмы машина с обычными ДВС занимает едва десятую часть. Компания МГ, ныне принадлежащая китайскому концерну САИК, показала в Шанхае свой первый кроссовер – МГГС. Под капотом у него находится полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, который имеет мощность 167 лошадиных сил и крутящий момент 250 ньютон-метров. Также предлагается вариант с двухлитровым бензиновым турбодвигателем, развивающим уже 220 лошадей. Двигатели работают в паре с шестиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Доступен и передний полный привод. Салон МГГС разрабатывал британский дизайнер Энтони Уильямс Кенни. Дополнительно покупатель имеет возможность установить кожаные спортивные кресла с электронной регулировкой и подогревом парктроник, а также бесключевой запуск двигателя. В Великобритании продажи кроссовера МГГС стартуют в начале 2016 года. Однако китайские автодилеры предложат новинку своим землякам уже в середине этого года. Цена на кроссовер будет варьироваться в Поднебесной от 18,5 до 25 тысяч долларов. Хорошо известная нас своими внедорожниками компания Great Wall показала в Шанхае новый кроссовер Haval H6 Coupé. Первое, что бросается в глаза – новая синяя или красная эмблема Haval на решетке радиатора. Haval H6 Coupé позиционируется как компактный спортивный внедорожник на основе модели Haval H6. Новинка оснащается одним бензиновым силовым бригадом и одним дизелем, но тот и другой доступны в двух версиях форсировки, бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый с турбонаддувом мощностью 190 или 197 лошадиных сил, дизельный того же объема мощностью 155 или 165, бензиновый H6 Coupé с передним приводом оснащается механикой или роботом GetRack производства Ford. В то же время полноприводные версии с муфтой BorgWarner могут быть только с механической трансмиссией. В Китае начальная стоимость Coupé стартует с отметки 21,5 тысячи долларов. И на закуску, так сказать, китайский концепт, изначально нацеленный на Европу. И развивающий модельный ряд уже показан здесь. Компания KOROS Auto, совместное предприятие Cherry Automotive и Israel Corporation, показала концепт кроссовера KOROS 2 Coupé. В основе машины находится все та же универсальная переднеприводная платформа с передними стойками MacPherson и задними горычажной подвеской, что и на хэтчбеке KOROS 3. Базовым мотором осталась турбо-четверка 1,6, 156 л.с., сочетая с шестиступенчатой ручной коробкой или роботом с двумя сцеплениями. Модель получила мультимедийную систему KOROS M&H с мультитач-дисплеем. Железо, между прочим, и программное обеспечение разработали KOROS Auto, хоть и не без помощи сторонних пивов, но и обновленным облачным сервисом KOROS Cloud. Производить машину будут на заводе Changshu. Продажи в Европе планируются в 2016 году. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, не гвоздя вам. Не жезло.